Мультипликация С мультфильмами не так Никто не будет закладывать мысль об убийстве брата в голову 12-летнего Он как раз таки не относится к этому критически И мультфильмы созданы для того, чтобы его этому научить Я, мои родители выросли на мультфильмах советских Да и вообще на идеях там 50-летней давности, 30-летней давности Однако мультипликация на месте не стояла И прямо сейчас выходят новые мультфильмы Выходили все это время И в них заложены уже гораздо более современные идеи И типичный такой диванный критик спросит Ну так что они? Учат в жопу что ли ебаться? Вы даже не представляете Здрасте, вы на канале Сейна Знаете, нет никакого гайда по обучению детей Или какой-то общемирового свода правил Или каких-то стандартов Каким должен вырасти ребенок там к 18 годам Мы даже еще не особо определились по планете Когда наступает совершеннолетие Там в 16, 18 или в 21 И почему-то водку еще бухать нельзя Водить мопед уже можно в 16, ну понимаете И заводя детей, человек по сути берет на себя ответственность их воспитать То есть он считает, что его жизненного опыта достаточно для того Чтобы обучить там одного, двух, трех пиздюков И сделать из них людей Потому что он себя вот достаточно хорошим человеком считает Создатели же мультфильмов считают себя достаточно хорошими Чтобы обучать миллионы И я не про то, что они такие высокомерные А про то, что за этим стоит огромное количество мыслительного процесса А этим занимается целая команда, чему мы хотим научить детей И в качестве примера как раз таки современной мультипликации С крутыми идеями в ней Мы рассмотрим Аватара Дело в том, что мне вот 19 лет Я отчасти на Аватаре вырос Потому что он всегда был по СТСу в детстве Но при этом от начала до конца Я его никогда не смотрел То есть я настолько был не в теме Аватара Что не знал, что он из Айсберга Ну просто эта серия была первой Ее видимо редко повторяли Не увидел В общем, я посмотрел его от корки до корки После этого посмотрел Легенду о Коре И даже прочитал вот такое вот дополнительное издание Аватар Обещания Все это я также рекомендую вам И сообщаю В этом ролике я буду спойлерить Но не так уж нещадно спойлерить Что вам не захотелось это потом вот купить, прочесть Хотя эта хуйня жутко дорогая И там есть еще две книжки, которые тоже хочется прочесть Ну сука, так дорого, блядь Так вот, да, рекомендую вам И Легенду о Банге, и Легенду о Коре И вот эту книжку, и все остальные тоже так авансом рекомендую И вообще этот ролик можно смотреть и без знания первоисточника Но конечно вы поймете гораздо больше Если вы все-таки смотрели Аватара Хотя бы Легенду о Банге Первая жутко интересная вещь, которую я хочу выделить в Аватаре Это разделение стран Туда же я хочу включить их правителей И проблематику вот этих стран между собой Есть страна земли Страна огня Погибший народ воздуха Остался только сам Анг И два поселения воды Нам рассказывают, что когда-то все эти народы жили в мире Но после этого, когда люди получили возможность управлять стихиями Они, собственно, по этим стихиям и разделились на разные страны Разные исторические процессы сделали так Что у страны огня, допустим, больше территорий И она физически сильнее Что магии воздуха вот не осталось вообще Что царство воды разделилось на два полюса вообще И как бы у них очень с трудом происходит связь между этими двумя частями Как бы одной страны Просто из-за того, насколько далеко они друг от друга находятся И все это подается не с той точки зрения Как обычно подается в детских мультфильмах Что есть плохое, а есть хорошее Аватар вообще не про это Много раз упоминается о том, что разделение стран Зачастую этим странам на руку не играет Однако это подается как нечто неизменное Что если бы страны не объединились То было бы гораздо хуже Разделенные страны в Аватаре Мы имеем как данность С которой необходимо не то что смириться А именно свыкнуться с мыслью, что так необходимо И с этим нужно работать Аватар дает ребенку понимание О реальных границах и мировом положении Что почему в мире так И это дает понимание как в общем системы Так и частных ситуаций Потому что на момент легенды о Коре, например И вот как раз вот в этой самой книжке Говорится о... Ну вот кончилась война И есть колонии страны огня Которые по логике должны отойти обратно к царству земли Потому что война закончилась Царство огня на них уже не претендует Однако люди, которые там живут Они уже больше ста лет живут под флагами народа огня Их жизненное устройство уже сложилось Они уже живут в мире с магами земли И ни те, ни другие не готовы менять свой жизненный уклад Просто из-за того, что их там верхушки перестали воевать Да это охуеть, серьезная проблематика Мало того, что спорные территории Вопрос спорных территорий рассматривается изнутри А вы подумайте Ребенок, вот посмотревший Аватара там условно 12 лет Может понять проблему Курильских островов Аляски, Крыма Понимаете? В какой школе вам это вот так же расскажут? То же самое относится к правителям За историю вот как раз Анга, а потом историю Коры Мы видим аж трех разных правителей Даже получается Четырех Трех разных правителей царства земли Первый это вот этот вот интеллигентный самодур Который как бы ничего не делал И кажется нам сначала тряпкой Хотя после этого мы понимаем его мотивы Понимаем, что он действительно был обманут И после этого он делает благие вещи Просто встав на правильный путь К слову о внутреннем росте персонажей Которого так не хватает в очень многих произведениях Например, типа в полноценных даже фильмах Следующей была сумасшедшая бабка Которая типичный монарх И как раз таки вот молодая активная кора Со своим вот этим вот Что кстати классно нетипичной для девочки манерой Сейчас я вас всех тут разъебошу И нам показывают Как против монарха, который работает силой Сила не работает И третий это пятиковатый шкет Который до собственного престола не дорос И таким образом ребенку дают объяснение Почему нужна демократия Сначала дают сумасшедшего монарха Потом его бездарного сынка И когда бездарный сынок отказывается от власти Все довольны В Аватаре победила демократия Хотя об этом не говорит с прямым текстом Но Аватар объясняет важность выборов Вот так-то нахуй Следующий пункт Проблемы Зуко и Тоф Почему эти двое? На самом деле они безумно интересны Именно в собственной схожести Знаете в чем сходство между Зукой и Тоф? Сходств на самом деле достаточно Они оба не подходят собственной семье Зука изгнали Тоф мечтала о возможности уйти самой И до встречи с Аватаром ей было некуда идти Она просто ходила на эти бои Чтобы сбежать из дома И все-таки реализовать собственный потенциал Оба вспыльчивы, талантливы И тому и тому местами не хватает рассудительности Чтобы обуздать собственную силу А знаете в чем отличие Зука и Тоф? В том, что Зука был изгнан И он сохраняет авторитет к неподходящим ему родителям И несмотря на то, что как бы Лайфстайл Жизненные цели Зука расходятся с жизненными целями его родителей Он продолжает их уважать И он не может сказать им слово поперек Тоф просто берет и уходит Она не имеет уважения к своей родне И уходит она успешной и самодостаточной Она не пытается искать себе дальше учителей И занимается исключительно самосовершенствованием Зука же в учителях нуждается И больше всего нуждается в своем отце И в книге вот как раз вот этой Раскрывается интереснейшая история Про то, как Зука нуждается в учителе И он мог бы его найти в своем отце Однако интересы учителя и ученика расходятся И получая вот те самые долгожданные слова отца Наставления по жизни Он ими не удовлетворен И все еще остается без учителя А самое интересное при всем этом Что самый нужный ему человек Дядюшка Айра Все это время стучался к нему Тот его прогонял А теперь ему он нужен А его теперь уже нет Он что, умер? Нет, не умер Он открыл собственный малый бизнес Еще одна штука, которую объяснят детям В мультфильме про последнего воздушного кочевника Который должен сохранить баланс в мире Малый бизнес Вот так-то Дядюшка Айра приводится как пример успешного предпринимателя У которого есть уникальный навык Заваривать чай Который он готов продавать И который как раз-то на вот том самом рыночке Набирает успех за счет своей конкурентоспособности И вот казалось бы Есть Зука Хозяин огня Которого нужно учить И он нуждается в дядюшке Айра Но дядюшка Айра не поедет к нему в царство огня Снова бегать за ним хвостиком Потому что у него есть малый бизнес Нам говорится о том Насколько важна самореализация А заодно рассказывают про малый бизнес И последнее о чем я хочу упомянуть Это персонаж Джета Он появляется внезапно И так же внезапно исчезает Ну типа просто в никуда А так сам персонаж Ребел Такой панк Который против всех Партизан и революционер Он естественно сразу понравился Катаре Потому что такие нравятся девочкам И он казалось бы Движен благими намерениями Он союзник Однако с помощью Джета Нам объясняют Что даже люди Которые стоят с тобой на одной стороне И хотят того же Чего и ты Могут не годиться себе В союзнике Из-за своих методов Нам говорят о том Что если есть легкий вариант Решения проблемы Однако он повлечет за собой жертвы То он того не стоит И не стоит Пользоваться этим вариантом Стоит взять И попробовать придумать что-то Что будет не так удобно Однако не понесет за собой потерь И если я представляю себе Какого-то гипотетического ребенка Я хочу чтобы он это знал И даже мне Как бы по документам Взрослому человеку Все это было интересно И если рассматривать Аватара С точки зрения Противоборствующих позиций И в принципе Смотреть на то Что нам пытаются Сказать авторы Которые собирались И очень долго Сидели И обсуждали Целой командой Чему они хотят Нас научить Мне кажется В любом возрасте Можно найти для себя Что-то новое И выучить Очередной урок Вот такие простые выводы Учиться никогда не поздно А аватар охуительный Ты знаешь Где кнопка подписки Это ролики Один старый Второй новый Если кликнуть Будет классно Да Клик 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 Все Субтитры сделал DimaTorzok